Александр Сергеевич Пушкин, Руслан и Людмила. Песнь пятая. Ах, как мила моя княжна! Мне нрав ее всего дороже. Она чувствительна, скромна, любви супружеской верна, немножко ветрена. Так что же, еще милее тем она. Сейчас на прелесть ее новой умеет нас она пленить. Скажите, можно ли сравнить ее с дельфиру суровой? Одной судьба послала дар обворожать сердца и взоры. Ее улыбка, разговоры во мне любви рождают жар. А та под юбкой гусар. Лишь дайте ей усы да шпоры. Блажен, кого под вечерок выединенный уголок моя Людмила поджидает. И другом сердце называет. Но верьте мне, блажен и тот, кто от дельфиры убегает. И даже с нею не знаком. Да, впрочем, дело не о том. Но кто трубил? Кто чародея на сечу грозну вызывал? Кто колдуна перепугал? Руслан. Он местью пламенея достиг обители злодея. Уживитесь под горой стоит. Призывный рок, как буря, воет. Нетерпеливый конь кипит и снег копытом мощным роет. Князь Карлу ждет. Внезапно он по шлему крепкому стальному, рукой незримой, поражен. Удар упал подобно грому. Руслан подъемлет смутный взор и видит. Прямо над головою, с подъятой страшной булавою, летает Карла Черномор. Щитом покрывшись, он нагнулся, мечом потряс и замахнулся. Но тот взвелся под облака. На миг исчез, и свысока, шумя, летит на князя снова. Проворный витязь отлетел, и в снег с размаха рокового колдун упал, да там и сел. Руслан, не говоря ни слова, с коня долой к нему спешит. Поймал, за бороду хватает. Волшебник силится, кряхтит, и вдруг с Русланом улетает. Ретивый конь во след глядит. Уже колдун под облаками, на бороде герой висит. Летят над мрачными лесами, летят над дикими горами, летят над бездною морской. От напряжения костенея Руслан за бороду злодея упорно держится рукой. Меж тем на воздухе слабея и силе русской изумлясь, волшебник гордому Руслану коварно молвит. Слушай, князь, тебе вредить я перестану. Молодое мужество любя, забуду все, прощу тебя. Спущусь, но только с уговором. Молчи, коварный чародей, прервал наш Витязь. С Черномором, с мучителем жены своей, Руслан не знает договора. Сей грозный меч накажет вора. Лети хоть до ночной звезды, а быть тебе без бороды. Боязнь объемлет Черномора. В досаде, в горести немой, напрасно длинной бородой усталый Карла потрясает. Руслан ее не выпускает и щиплет волосы порой. Два дни колдун героя носит, на третий он пощады просит. О, рыцарь, жалься надо мной, едва дышу, нет мочи боли. Оставь мне жизнь, в твоей я воле. Скажи, спущусь, куда велишь? Теперь ты наш, ага, дрожишь. Смирись, покорствуй русской силе. Неси меня к моей Людмиле. Смиренно внеблет Черномор. Домой он с Витязем спустился, летит и мигом очутился среди своих ужасных гор. Тогда Руслан одной рукою взял меч сраженной головы и, бороду схватив другою, отсек ее, как горсть травы. Знай наших, молвил он жестоко, что, хищник, где твоя краса, где сила? И на шлем высокий седые вяжут волоса. Свистя зовет коня лихого. Веселый конь летит и ржет. Наш Витязь Карлу чуть живого в котомку заседло кладет. А сам, боец мгновения траты, спешит наверх горы крутой. Достиг и с радостной душой летит волшебные палаты. Вдали, завидя шлем бродатый, залог победы роковой, пред ним арапов чудный рой, толпы невольниц боязливых, как призраки со всех сторон бегут и скрылись. Ходит он, один средь храмен горделивых, супругу милую зовет. Лишь эхо сводов молчаливых Руслану голос подает. Волнение чувств нетерпеливых, он натворяет двери в сад, идет, идет и не находит. Кругом смущенный взор обводит, все мертво. Рощицы молчат, беседки пусты, на стреминных, вдоль берегов ручья, в долинах. Нигде, Людмилы, следу нет, и ухо ничего не внемлет. Внезапный князя хлад объемлет, в очах его темнеет свет, в уме возникли мрачные думы. Быть может, горесть, плен угрюмый, минута, волны, в всех мечтах он погружен. С немой тоскою поникнул Витязь головою. Его томит невольный страх, недвижим он, как мертвый камень. Мрачится разум, дикий пламень, и яд отчаянной любви уже текут в его крови. Казалось, тень княжны прекрасной коснулась трепетным устам, и вдруг неистовый, ужасный стремится Витязь по садам. Людмилу с воплем призывает, с холмов утесы отрывает, все рушит, все крушит мечом, беседки, рощи упадают, древа, мосты, волнах ныряют, степь обнажается кругом. Далеко гулы повторяют и рев, и треск, и шум, и гром. Повсюду меч звенит и свищет, прелестный край опустошен. Безумный Витязь жертвы ищет. С размаха вправо влево он пустынный воздух растекает. И вдруг нечаянный удар с княжны невидимой сбивает прощальный черномора дар. Волшебство вмиг исчезла сила, в сетях открылась Людмила. Не веря сам своим отчам, нежданным счастьем упоенной, наш Витязь падает к ногам подруги верной, незабвенной. Целует руки, сети рвет, любви, восторга, слезы льет. Зовет ее, но дева дремлет. Сомкнуты очи и уста. И сладострастная мечта молодую грудь ее подъемлет. Руслан с нее не сводит глаз, его терзает вновь кручина, но вдруг знакомый слышит глаз. Глаз Добродетельного Фина. Мужайся, князь, в обратный путь ступай со спящую Людмилой, наполни сердце новой силой, любви и чести верен будь. Небесный гроб на злобу грянет, и воцарится тишина, и в светлом Киеве княжна перед Владимиром восстанет от очарованного сна. Руслан с семь глазом оживленный берет в объятие жену и тихо с ношей драгоценной он оставляет вышину и сходит в дол уединенный. В молчанье с Карлой за седлом поехал он своим путем. В его руках лежит Людмила, свежа, как вешняя заря, и на плечо богатыря лицо спокойное склонило. Влосами свитами в кольцо пустынный ветерок играет, как часто грудь ее вздыхает, как часто тихое лицо мгновенной розой упылает. Любовь и тайная мечта Русланов образ ей приносит и стомным шепотом уста супруга имя произносит. В забвении сладком ловит он ее волшебное дыхание, улыбку, слезы, нежный стон и сон их персий волнованье. Меж тем подолом по горам и в белый день и по ночам наш Витязь едет непрестанно. Еще далек предел желанный, а дева спит. Но юный князь, бесплодным пламенем томясь, ужель страдалец постоянный, супругу только сторожил и в целомудренном мечтании, смирив нескромное желание, свое блаженство находил. Монах, который сохранил потомству верное предание о славном Витязе моем, нас уверяет смело в том. И верю я. Без разделения унылы, грубы наслаждения, мы прямо счастливы вдвоем. Пастушки, сон княжны прелестный, не походил на наши сны, порой томительной весны, на мураве, в тени древесной. Я помню маленький лужок среди березовой дубравы, я помню темный вечерок, я помню литый сон лукавый. Ах, первый поцелуй любви, дрожащий, легкий, торопливый, не разогнал, друзья мои, ее дремоты терпеливой. Но полно, я болтаю вздор, к чему любви и воспоминания, ее утеха и страдания забыты мною с давних пор. Теперь влекут мое внимание княжна Руслан и Черномор. Пред нами стелется равнина, где ели изредка взошли, и грозного холма вдали чернеет круглая вершина небес на яркой синеве. Руслан глядит и догадался, что подъезжает к голове. Быстрее борзый конь помчался, уже видно чудо из чудес, она глядит недвижным оком, в лосы ее как черный лес, проросший на челе высоком, ланиты жизни лишены, свинцовой бледностью покрыты, уста огромные, открыты, огромные зубы, стеснены, над полумертвой головой последний день уж тяготел. К ней храбрый Витязь прилетел с Людмилой, с Карлой за спиною. Он крикнул «Здравствуй, голова, я здесь, наказан твой изменник, гляди, вот он, злодей наш, пленник». И князя гордые слова ее внезапно оживили, на миг в ней чувства разбудили, очнулась, будто ото сна, взглянула, страшно застонала, узнала Витязя она и брата с ужасом узнала. Надулись ноздри, на щеках багровый огни еще родился, и в умирающих глазах последний кнев изобразился. В смятенье, в бешенстве немом она зубами скрижетала и брату гладным языком укор невнятный лепетала. Уже ее в тот самый час скончалось долгое страдание, чела мгновенный пламень газ, слабело тяжкое дыхание, огромный закатился взор, и вскоре князь и Черномор узрели смерть и содрогание. Она почила вечным сном. В умолчании Витязь удалился, дрожащий карлик за седлом не смел дышать, не шевелился, и чернокнижным языком усердно демоном молился. На склоне темных берегов какой-то речки безымянной в прохладном сумраке лесов стоял поникший хаты кров густыми соснами венчанный. В течение медленном река вблизи плетений страстника волною сонной омывала, и вкруг него едва журчала при легком шуме ветерка. Долина в всех местах таилась уединенно и темна, и там казалось тишина с начала мира воцарилась. Руслан остановил коня. Все было тихо, безмятежно. От рассветающего дня долина с рощей прибрежной сквозь утренней сияла дым. Руслан на лук жену слагает, садится близ нее, вздыхает с уныним сладким и немым. И вдруг он видит пред собою смиренный парус челнока и слышит песню рыбака над тихоструйной рекою. Раскинув невод по волнам, рыбак на весла наклоненный плывет к лесистым берегам к порогу хижины смиренной. И видит добрый князь Руслан. Челнок к обберегу приплывает, из темной хаты выбегает молодая дева, стройный стан, волосы небрежно распущенные, улыбка, тихий взурачей, и грудь, и плечи обнаженные, все мило, все пленяет в ней. И вот они, обняв друг друга, садятся у прохладных вод, и час беспечного досуга для них с любовью настает. Но в изумлении молчаливом, кого же в рыбаке счастливым наш юный Витязь узнает. Хазарский хан, избранный славой, Ратмир, в любви, в войне кровавой, его соперник молодой. Ратмир в пустыне безмятежной, Людмилу славу позабыл, и им навеки изменил в объятиях подруги нежной. Герой приближился и вмиг отшельник узнает Руслана, встает, летит, раздался крик и обнял князь молодого хана. Что вижу я, спросил герой, зачем ты здесь, зачем оставил тревоги жизни боевой и меч, который ты прославил. Мой друг, ответствовал рыбак, душе наскучил бранной славы, пустой и гибельный призрак. Поверь, невинной забавы, любовь и мирные дубравы милее сердцу во сто крат. Теперь, утратив жажду брани, пристал платить безумству дани. И верным счастьем богат. Я все забыл, товарищ милый, все, даже прелести людьмилы. Любезный хан, я очень рад, сказал Руслан. Она со мною? Возможно ли, какой судьбою? Что слышу? Русская княжна? Она с тобою? Моя подруга мне мила. Мои счастливые перемены она виновницей была. Она мне жизнь, она мне радость, она мне возвратила вновь мою утраченную младость и мир и чистую любовь. Напрасно счастье мне сулили уста волшебниц молодых, двенадцать дев меня любили. Я для нее покинул их. Оставил терем их веселый, в тени хранительных дубров, сложил и меч, и шлем тяжелый, забыл и славу и врагов. Отшельник мирный и безвестный остался в счастливой глуши. С тобой друг милый, друг прелестный, с тобою свет моей души. Пастушка милая внимала друзей открытый разговор и, устремив на хана взор, улыбалась и вздыхала. Рыбак и Витязь на брегах до темной ночи просидели, с душой и сердцем на устах часы невидимо летели. Чернеет лес, темна гора, встает луна, все тихо стало. Герою в путь давно пора. Накинув тихо покрывало, на деву спящую Руслан идет и на коня садится. Задумчиво безмолвный хан душой во след ему стремится. Руслан у счастья, побед и славы, и любви желает и думы гордых юных лет невольной грустью оживляет. Зачем судьбой не суждено моей непостоянной лире геройство воспевать одно и с ним незнаемые в мире любовь и дружбу старых лет. Печальный истинный поэт зачем я должен для потомства порок и злобу обнажать и тайны козни вероломства в правдивых песнях обличать. Княжный искатель недостойный охоту к славе потеряв никем незнаемый фарлав в пустыне дальней и спокойной скрывался и на ины ждал. И час торжественный настал. К нему волшебница явилась вещая «Знаешь ли меня? Ступай за мной седлай коня» и ведьма кошкой обратилась. Оседлан конь она пустилась тропами мрачными дубрав за нею следует фарлав. Долина тихая дремала в ночной одетая туман Луна в омгле перебегала из тучи в тучу и курган мгновенным блеском озаряла Под ним в безмолвии Руслан сидел с обычную тоскою предусыпленную княжною Глубоку думу думал он Мечты летели за мечтами И неприметно веял сон над ним холодными крылами На деву смутными очами В дремоте томной он взглянул И утомленную головою склонясь к ногам ее заснул И снится вещи сон герою Он видит будто бы княжна Над страшной бездной глубиною стоит недвижно и бледна И вдруг Людмила исчезает Стоит один над бездной он Знакомый глаз призывный стон Из тихой бездны вылетает Руслан стремится за женой Стремглав летит во тьме глубокой и видит вдруг перед собой Владимир в гриднице высокой в кругу седых богатырей между двенадцатью сынами с толпою названных гостей сидит забранными столами И так же гневен старый князь как в день ужасной расставанье и все сидит не шевелясь не смея прерывать молчанье утих веселый шум гостей не ходит чаша круговая и видит он среди гостей в бою сраженного Рогдая убитый как живой сидит из запененного стакана он весел пьет и не глядит на изумленного Руслана князь видит и молодого хана друзей и недругов и вдруг раздался гусли беглый звук и голос вещего баяна певца героев и забав вступает в гуридницу фарлав ведет он за руку Людмилу но старец с места не привстав молчит склонив главу унылу князья бояре все молчат душевные движения кроя и все исчезло смертный хлад объемлет спящего героя в дремоту тяжко погружен он льет мучительные слезы волнение мыслит это сон томится но зловещие грезы увы прервать не в силах он луна чуть светит над горою объятый рощей темнотою долина в мертвой тишине изменник ведьмой ободренный герой в грудь рукой презренный вонзает трижды хладну сталь и мчится боязливо вдаль своей добычей драгоценной всю ночь бесчувственный Руслан лежал во мраке под горою часы летели кровь рекою текла из воспаленных ран поутру взор открыв туманный пуская тяжкий слабый стон с усилием приподнялся он взглянул по них головой убранной и пал недвижный бездыханный пуская поэт Субтитры создавал DimaTorzok